Ребята, всем привет. На первом слайде для понимания, что вы находитесь в целой среде. Не забывайте, что помимо скринскулы есть другие школы. Потому что бывает, об этом люди не знают. Давайте потихонечку пойдем к нашей теме основной. Ну опять-таки слайд не мог вам не показать, что наши преподаватели максимально люди не только творческие, но и работающие индустрии. То есть буквально наш юбилей 15 лет. И за это время мы много кого подготовили. На этом мы окончим хвалебные оды и поговорим уже более конкретно о образовании. Вот такой слайд. Как вы думаете, кто это? Ломоносов. Человек настолько хотел учиться, настолько хотел впитать знания, что прошел путь от Холмогор, это Ахангельская губерния, до Москвы за три недели. Настолько хотел поступить в греко-латинскую академию. И вот даже в то время думал, что может быть и о чем-то большем. Поэтому эти пословицы, они актуальны и сейчас, на самом деле. Учение свет, не учение тьма. Пожалуйста, все актуально. Только поменялись сами дисциплины. Так ведь у нас? Слайд. Мне очень нравится, что именно вы получаете живое общение, потому что до многих вещей без общения просто сложно дойти на самом деле. То есть коммуникация, общение – это некая основа основ, и вот школа дает такую возможность, и это очень важно. Итак, вообще, зачем же нужно образование? Ведь в теории можно научиться всему самому. Обилие информации в интернете, есть курсы, очень много информации. И на самом деле, на самом деле, это даже несколько сбивает с толку, потому что нет, как правило, сложно выстроить систему, то есть критерии. Вот что в понимании хорошие курсы, что не очень, как отобрать зерна от плевел, вот как почувствовать, как самообразоваться. И те времена, когда ты знаешь немножко 2D, знаешь 3D, иди к нам художникам-арт-лидам, или иди к нам 3D-шникам, они уже уходят. И даже для джуниор на позиции и гемдизайн на позицию 3D-художник уже требования достаточно высокие, то есть большая конкуренция. И здесь обучение тоже будет неким вложением в ваше будущее. И плюс к этому требуется и реальный опыт разработки. И здесь школа в виде некой эмуляции, процесса, пайплайна можете его дать, помимо работы с брифами от опять-таки реальных студий. Это вот очень важный момент. Вот такой вопрос. Уже есть образование. Помешает или нет для получения полноценного образования гемдеви? И тут нет ответа однозначного. Вот на примере опять-таки гемдизайна, вот Николай еще отдельно расскажет деталь на нем, это будет в плюс, то есть знание математики, получение, образование, тот же МФТИ или Баумана, это некий базис, основа. И это будет очень актуально в контексте и экономики, игровой баланса, игровых механик. Это некое структурное мышление, что очень важно для гемдизайна. Для части по концепт, арту и по игровой графике тут нет опять-таки такого однозначного ответа. Это может быть и большим плюсом, потому что рисование, живопись дает базис, особенно для художника, в анатомии, колористике, пропорциях, соотношениях. Но в то же время бывает так, что человек настолько привыкает писать с натуры, рисовать, что ему сложно придумывать новое. То есть он вот… Давайте так, я нарисую портрет, один в один, а вот добавь к нему что-то свое, и начинается некий ступор. А как свое? Я же вот на вас смотрю и вас изображаю. А тут надо придумать. То есть отойти от какого-то шаблона, от какого-то канона, от чего-то, привычного. И это тоже бывает некой проблемой, потому что на концептахте очень важно отходить от шаблона и не бояться искать оригинальные решения, потому что у нас есть ТЗ, и некая логика. И бывает, она требует такого подхода. И там дальше будут слайды по концепту от ребят-студентов. Вы прямо это прочувствуете. Поэтому такой момент интересный. Нужно ли образование до образования? А вы точно геймдизайнер, разработчик и специалист? Какая ваша компетенция в школе? Какие есть проекты за вашими плечами? Насколько вы практик? Какие даст гарантии? Ну, гарантии никто вам нигде в жизни не даст. Но школа дает вам очень, опять-таки, мощный буст, и только от вас будет зависеть, как вы его используете. Так ведь? Потому что, ну, это некий, как в игре, буст, либо вы ускоряетесь, либо вы его фокапите. Ну, опять-таки, всегда рекомендуем приходить на одни дверей, пообщаться с реальными преподавателями, студентами, то есть вживую почувствовать атмосферу школы, потому что, ну, студенты, они врать не будут. Они как есть скажут, что плохо, что хорошо. В среднем, да, какая есть в школе атмосфера. Ну, и опять-таки, важный момент – дипломы. У нас в школе, еще об этом Николай расскажет, практика, когда диплом полностью открытый, можно прийти на презентацию, на питчинг, и прям посмотреть реальные дипломы по гимнодизайну. И опять-таки, не только получить фидбэк от преподов, но и от приглашенных экспертов из индустрии, людей как бы над схваткой вне стен школы. То есть это как бы тоже некое мнение экспертное, скажем так. Хочу учиться, а потом не хочу учиться. Ну вот вообще, я вот не знаю, ну, не знаю. И есть варианты, да, ребята, можно пройти бесплатные курсы, на стажировку строиться, на мастер-классы записаться, вообще сделать портфолио, небольшой прототип, там хоть из бумаги, да, вот, карточной игры, тестовое задание сделать, вообще сделайте 3D-модель, вообще что-либо вообще сделайте, вот что угодно, да, чтобы вообще понять, насколько это ваше или не ваше. И в этом плане CG-графика дает очень большой вариативный спектр. То есть можно попробовать осознать, что нужно идти более, допустим, часть артовую или технологическую. И всегда можно найти свое место, вот, да, в CG-индустрии. Поэтому пробуйте. А почему все-таки не пойти сразу на работу? Да, вот зачем эти годы обучения, эти деньги лишние, и бывают немалые деньги, да, вообще зачем все это? Опять-таки, как сказал в начале презентации, предложение превышает спрос. Очень много желающих, очень большая конкуренция на рынке, и уже так прям с улицы мало кого могут взять. Стажировки, они есть, но это все-таки некая привилегия, это уже надо их поискать. Минимальный опыт и релевантное портфолио, кто-то уже сказал. Без образования будет сложно представить целостную картину. Что имеется в виду? Приходя на студию, на позицию джуниор, ты как бы не знаешь, что находится, какой вот, да, департамент сбоку, это может быть концепт-арт, или там анимация, или риггинг. Вообще, кто эти люди? Кому я должен передать свою модель, да, или там свою локацию. И приходится идти, вот так вот, а вы, извините, кто? Давайте познакомимся, да, вот, а вы меня не любите? А почему? Потому что, а, ну извините, а почему не любите? А потому что вы не так сделали сетку. А как надо? И вот вы на своем опыте, набивая шишки на работе с принижением самооценки и поднятием самооценки начинаете эти этапы круги ада проходить. И это тоже неплохо, ребята, и все мы это пройдем рано или поздно и так и есть. Но, да, цена ошибки и время, потраченное на рост будет больше, если у вас не будет именно плноценного образования, скажем так. Ну и софт и хардскиллы, потому что опять-таки работа в команде, лидерские качества, умение договориться, да, это тоже приобретается по ходу в работе или на обучении, но на обучении это в более лайтовом, щадящем формате, потому что мы даже пытаемся вас подготовить, но все-таки чтобы у вас было желание этим заниматься, чтобы вы после обучения не поставили крест на этом всем, да? Так. И здесь слайд с геймдизайном, и тут я передаю слово Николаю, уже более подробно он вам ответит. Всем привет! Как дела? Георгий молодец, общая концепция, учимся, надо учиться, все правильно говорит. Есть этот переключатель, да. Меня зовут Николай Клячин, я являюсь куратором программы геймдизайн здесь в школе, уже 8 лет здесь преподаю. Выпустили мы очень много студентов, и вот сегодня я попытаюсь вам рассказать о том, зачем направлению геймдизайнера вообще учиться, ну, то есть, геймдизайнер, кто это вообще, зачем ему нужно учиться, я тут даже вижу студента нашего, да, привет, и как бы еще, что ты не знаешь про образование, у тебя еще есть вопросы какие-то, ты диплом уже должен сидеть делать, это не слушать. Хорошо, и так, в общем, геймдизайнер, да, что это за такая невиданная сущность, кто этот человек, спрашивают человека, да, то есть, ты кто, ты хочешь делать игры, да, хочу, чем занимаешься, программируешь, код пишешь, там, арт, и так далее, ну, то есть, когда к необразованному человеку, там, не знающему, далекому от индустрии, приходят и спрашивают, кто такой геймдизайнер, в голове возникают картинки, образы, что это человек, который рисует, который что-то там программирует, работает в движке, там, не знаю, модельки делает красивых, там, как персонажей и так далее, все это не геймдизайн, так вот, геймдизайн, это как раз правила игры, это то, что заставляет все, что я сказал, объединиться в единое целое и приносить удовольствие игроку, в игровом процессе, то есть, это тот самый, тот самый режиссер, который создает правила игры, которые приносят классный, веселый, здоровский игровой опыт, при этом он может не уметь программировать, он может не уметь рисовать, он может не уметь моделить, желательно, чтобы все это он умел, но как бы не бывает таких суперлюдей, которые умеют все, поэтому его специфика это как раз игровой опыт, правила игры, механики и очень важная его специфика это коммуникации, лидерские качества, навыки, которые позволяют определенные задачи решать в коллективе, в команде, совместно с другими как раз узкими специалистами. Когда мы говорим о геймдизайне, вы, наверное, слышали очень много историй, что ну, просто идем, устраиваемся на работу и начинаем сам там образовываться, где-то что-то изучать, соответственно, да, таких случаев достаточно много, но мы говорим образование как в неком способе сократить ваш профессиональный путь, сделать его более структурным, системным, то есть все те знания, которые сейчас разбросаны в сети, в сети есть все, честно, давайте скажем, там сейчас есть практически все, что нужно для базового уровня понимания, но все эти знания разбросаны, проходите, пожалуйста, и эти знания преподаватели, когда готовят лекции, готовят программу, эти знания не структурированы, они являются такой квитэссенцией всей той инфы, которой завален интернет, и более того, они пропущены через фильтр опыта учебного, то есть не вся информация на том или ином этапе вам необходима для того, чтобы постепенно расти профессионально. Также, когда мы учимся, мы проходим полный пайплайн разработки игр, проходите, пожалуйста, когда вы придете на студию, вы этот пайплайн даже, может, будете не понимать, не знать, то здесь вы попробуете пройти пайплайн от идеи до разработки игр, и когда вы учитесь, вы эти элементы начинаете чувствовать, понимать, даже если они вам потом в жизни не пригодятся уже на студии, но вы будете по крайней мере на одном языке разговаривать со смежными областями, со смежными профессиями. Сейчас в современном мире игры не делаются в одиночку. Качество игр настолько быстро растет, что и требования игроков к играм очень сильно выросло, что в одиночку сделать рыночно-качественный продукт крайне-крайне сложно. Игры становятся больше. Если раньше говорили инди-команды, сколько человек инди-команды? Один, два, три. Сейчас инди-команда уже 10 человек, 15 человек. И уже требуются навыки работы в команде. Это навыки, которые нужно прививать, развивать, тренировать. Они сами по себе не появятся, как навык катания на лыжах. То есть если вы умеете разговаривать с человеком, этого недостаточно. Необходимо уметь решать конфликты, необходимо уметь договариваться, необходимо уметь искать общие точки соприкосновения, ставить друг другу задачи, ответственность и так далее. Огромное количество навыков и знаний требуется для того, чтобы работать в команде. Соответственно, в процессе обучения вы эти навыки подтягиваете, потому что учебные процессы, как правило, выстроены так, чтобы студенты работали в команде ради общих целей, дипломного проекта и так далее. В общем-то, наверное, одна из важных ценностей учебных процессов это когда люди общаются друг с другом и создается некая среда, творческая среда. Как бы это может быть звучало абстрактно, но это именно та энергия и тот актив, который позволяет ребятам находиться в тонусе, в творческом тонусе, в созидательном тонусе, потому что вы поддерживаете друг друга. Вспомните свои ощущения, когда вы один дома сидите за компьютером и когда вы сидите, например, в команде с ребятами, которые вам нравятся, которые вам, ну, и вы друг друга дополняете. Ваша мотивация, ваша энергия сильно выше, чем если бы вы это делали в одиночку. И среда, школьная среда, студенческая среда поддерживает вас, когда вы будете делать игру, у вас будет очень много проблем, очень много, скажем, препятствий. И вот эта энергия, командная энергия поможет эти препятствия преодолевать. Помимо того, что мы учимся, мы еще выстраиваем нетворкинг. То есть, так или иначе, вы общаетесь с живыми преподавателями из студий, вы же, вы общаетесь вот в разных вот таких вот мероприятиях с коллегами моими и так или иначе налаживаете какие-то контакты, что потом трудоустроится, если ваша цель попасть в какую-то студию. То есть, это прямой контакт, все преподаватели, которые, как правило, обучают, они профессионалы, они из студии приезжают, обучают. В общем-то, прямой контакт к лидерам, геймдизайнерам и так далее. Ну и, в общем, как я уже говорил, различные софт-скиллы нужны геймдизайнерам, обучение обычно дает эти софт-скиллы, помимо хард-скиллов, там, работы с движками и так далее, сейчас немножко расскажем, о компетенциях, софт-скиллы, какие-то лидерские качества, умение систематизировать информацию, выступать, питчить и так далее, это все часть учебного процесса. Ну и, когда вы придете на собеседование, спрашивают, что ты делал, если ты самостоятельно там проходил какие-то оффлайн-курсы, вернее, онлайн-курсы или самостоятельно обучался, то, как правило, твое портфолио будет сильно слабее, если бы ты системно последовательно обучался. То есть, ты можешь всегда показать, вот это, вот это и вот это моя работа, которую я сделал. И у тебя уже будут шансы выше трудоустроиться, чем у того, у кого этого портфолио нет. Как правильный Георгий сказал, огромный спрос, вернее, огромное предложение на рынке труда, спрос сильно меньше. То есть, я сам, как работодатель, я являюсь владельцем студии, набираю людей на одну вакансию геймдизайнера за несколько дней 20-30 откликов просто сразу же. То есть, достаточно тяжело попасть, даже джуниором сейчас. Итак, ребята часто спрашивают, ну, я хочу быть геймдизайнером. Вот если вы хотите быть геймдизайнером, у меня ответ один, будьте им. Здесь ничего, как бы, никаких препятствий, чтобы прямо сейчас вам стать, становиться на путь геймдизайнера, их просто нет. Сейчас очень огромное количество всего, информации и так далее. Просто берете и начинайте делать. Соберитесь с кем-то, с другом, с двумя друзьями. Сядьте, придумайте какие-то правила, начните эти правила реализовывать. В общем-то, возьмите какую-нибудь движок или какую-нибудь карту в Доте сделайте, в Варкрафте, в Роблоксе, на бумаге, где угодно. То есть сейчас такое большое количество инструментов, чтобы создавать новый игровой опыт. То есть тренироваться тому, чтобы становиться геймдизайнером, уметь делать интересные механики, интересный игровой процесс. И когда мне говорят, ну я же хочу сделать большую, суперкрутую игру, чтобы сразу же она была популярной, ну это вот примерно то же самое, если вот вы придете с целью стать олимпийским чемпионом, ну или хотя бы занять, стать чемпионом Москвы, начнете бегать, прыгать и скажете все, я готов и так далее. Нужно пройти определенный путь, большой путь, чтобы сделать хоть что-то адекватно, достойное тому же рынку, например, или сконкурировать со студиями, которых за плечами десятки, десятки игр. Начните с малого, начните развиваться по шагам. То есть чемпионом Москвы тоже становятся через какой-то, пройдя какой-то большой путь там. Навыки, нарабатывайте навыки, пишите документы, пишите, делайте таблицы, балансы и так далее. И в общем-то показывайте свой продукт. Очень многие люди боятся показывать свой продукт. То есть они что-то сделали, стесняются, там бабушки своей маме показали, мама похвалила, молодцы. Но мама не показатель, показатель чужие люди. То есть вы сделали, вас, конечно же, раскритиковали, а чаще на самом деле люди боятся и хвалят. Они хвалят, воодушевляются и идут дальше. Их снова хвалят, воодушевляются и идут дальше. Вот. Поэтому делайте что-то вместе с кем-то и в конечном итоге вы убедитесь, нужно ли вам это, получаете ли вы удовольствие от этого процесса. Потому что, может быть, вы думаете, что вы хотите быть геймдизайнером, а на самом деле попробуйте, потому что когда вы встанете на этот путь, вы поймете, что очень много рутинных действий, таблицы, документы, какие-то встречи, переписки, какие-то настройки в движке, ничего не работает, все падает. И вы поймете, что вот эта рутина, она может убить всю вот эту изначально творческий процесс. И если у вас нет внутреннего желания создать, созидать, творческого желания созидать, вам будет очень тяжело на этом пути. Это поймете, пока вы не начнете это делать, вы этого не поймете. Какие компетенции нужны геймдизайнеру, если вы хотите в этом направлении развиваться, обучаться? Их очень много. Направлений геймдизайна тоже очень много. То есть и есть более узкие специализации геймдизайна, например, как левел дизайн или, например, дизайн монетизации, дизайн экономики, дизайн системного баланса, то есть нарративный дизайн и так далее. То есть направлений достаточно много, но когда мы обучаемся, мы хотим, чтобы специалист становился, у него был фундамент. Разумеется, когда он пойдет на проект, на студию, он еще специализироваться. Его фокус начнет сужаться непосредственно по тем задачам, которые он будет выполнять на проекте. Но, тем не менее, компетенция геймдизайнера достаточно широкая. И в процессе обучения эти компетенции нужно в той или иной степени развивать, обучать. В общем-то, это и общая наигранность, понимание игровой индустрии, из чего она состоит, какая у нее история, чтобы вы на одних терминах разговаривали со своими коллегами. Это и непосредственно навыки дизайна. То есть игрой подсоснение с дизайнить. Соответственно, поток, вознаграждение, мотивация – это все те инструменты, которые геймдизайнер использует, чтобы игровой опыт был интересный, максимальный, да, максимально приносящий удовольствие, потому что, по сути, мы его делаем ради удовольствия игрока. И, в общем-то, определенные специализации под виды дизайна, там, лейл дизайн, монетизация, UI, UX и так далее, и так далее. То есть это те компетенции, которые так или иначе геймдизайнеру нужно знать. Что касается компетенций практических, это уже некие инструменты, когда мы владеем навыками прототипирования, владеем навыками оптимизации, фокуса на каких-то идеях, это его непосредственные компетенции, которые геймдизайнер применяет в дизайне фичу какую-нибудь или придумывая какую-то фичу. И определенные инструменты в современной разработке, таск-трекеры, репозитории, движки, Unity, Unreal и так далее. И некая общая орудиция, когда мы говорим о саморазвитии, о том, что геймдизайнер когда-то станет лид геймдизайном, потом когда-то станет креативным директором, чтобы его путь к росту был максимально комфортен и широк, то он должен обладать определенной эрудицией, определенной широким взглядом на вообще профессию, на гейминдустрию и так далее. Что касается компетенций. Собственно, я как раз и хотел сказать, что вот этот набор компетенций это то, что завершает то, что мы говорили раньше, что мы не можем эти знания, мы можем их получить самостоятельно, но именно обучаясь, мы эти знания получаем быстрее и более качественно. вопросы какие-то есть? Если есть какие-то вопросы, то спрашивайте чуть попозже. Я тогда дополняя Николая покажу следующий слайд. Это слайд немножко и напугать и не напугать. То есть я не буду даже сейчас прям приближать какие-то эти боксики. Я потом отдельно покажу в виде таблицы. Это некий пайплайн разработки от концепта до финальной модели на движке. То есть здесь много итераций и по созданию high-poly модели, low-poly модели, далее по разделам оружия, техника, персонаж, то есть и все это дальше уходит в блок по текстурингу, то есть к чему я все это и веду, ребята? Чтобы дойти до такого самому, ну, нужно время. И скажу на своем опыте, были моменты, что ты думаешь одно, а по факту получается другое. То есть думаешь программа для персонажа, а по факту она для моделинга. И когда у тебя нету понимания, как это устроено, бываются на ошибке это время и деньги. Да, и вот поэтому можно дойти до этого самому, но обучение именно структурное, фундаментальное, системное дает именно систему понимания пайплайна, причем не просто в теории, как на таблице, а именно на практике от и до. Итак, это общий слайд, да, вообще зачем обучаться по концепту и по игровой графике? Ведь, как помните, да, я об этом уже говорил, что, казалось бы, я умею рисовать, есть навыки анатомии, но это некий базис, потому что знание рисунка и знание анатомии это лишь половина, очень важная, по сути, может быть, самая важная, но без знания технологии оптимизации это будет красивым артом или на принтере напечатанной статуей. То есть нам нужно знать и свойства движка, и свойства полигонов, и разбираться в UV-мэппинге. Еще об этом поговорю, значит, дальше. То есть именно образование геймдеви это просто мощный буст в развитии, потому как, ну, для художника классического все эти вещи, они настолько сложные, непонятные, и вот нужно его в это погрузить в среду, дать некую мотивацию. И вот какая мотивация? Структурный подход и системная подача, эмуляция реального пайплайна. Это фраза будет общей и на геймдизайне, и на концепте, и на игровой. То есть это буквально в школе вы проходите полностью от и до весь пайплайн по аналогии со студией. В таком, может быть, чуть-чуть более лайтовом виде, с некой оптимизацией под процесс обучения. Как Николай сказал, то же самое, среда, потому что бывает ты в своем котле варишься, варишься, ты боишься показать, а тут хочешь не хочешь. Так а что ты здесь сделал? О, классно или не классно? И ты уже начинаешь в этом вариться. Это очень важно. Комьюнити это основа геймдева. Без этого мы не можем просто, ну, ничего не можем. То есть мы должны показывать, плакать, радоваться, обсуждать, дружить, мириться и делать вместе. Геймдев это про коллектив. Брифы от реальных студий. То есть вы можете получить прямо бриф от компании, допустим, на концепт или модель и по брифу по готовой вселенной, по сеттингу сделать реальный проект, его часть и это делать НДА, не разглашение и у вас практически вы еще не в студии, но уже работаете по не просто студийному пайплайну, а по студийному заданию. Это уже прямо буст. Это очень важно. то, что вы можете делать проекты общие между смежными факультетами, допустим, между геймдизайном, концептом и игровой графикой. Потому как это очень классная репетиция перед вашей работой. Потому что даже на работе, работа на пятый год, люди, не знаю, они боятся общаться. Вот все, что слева, это соседний департамент, справа еще более враждебный, и я не хочу туда лезть, а надо лезть. Потому что это коллективный продукт. И очень часто плохая игра это от неумения общаться и понимать друг друга. Переступать через свое эго и слышать собеседника. Тут вы этому учитесь. Ну и для многих аудитории софт и компы это является тоже бустом, потому что не у каждого на начальной стадии есть возможность работать на мощных компах с мощным софтом. Это тоже некий буст. Так. Блок по концепту арту. Кто же такой художник? Это некие базовые скиллы. Умение рисовать, владение 2D и 3D программами. Опять-таки понимание работы композиции насмотренности это такая вещь, да, общая банальная нет, ребята. Насмотренность опять-таки это такой скилл, он вроде неплохой, он очень важный, потому что придумывая концепт, идею, модель, вы должны вытаскивать из подсознания какие-то образы, потому что если мы берем в чистом виде какие-то референсы, фотографии, соцсети, это важно, работа с модбордами и рефлистами, но вы должны их перерабатывать, переосмысливать и закладывать в подсознание, потому что напрямую использовать бывает, это не факт, что хорошо, вам нужно их переварить в своем восприятии. Далее, ну вот соцкиллы, по сути, они везде одинаковые, поэтому тут я вот не буду уже акцентировать, идем дальше. И все работы это работы наших ребят, наших студентов. Далее, уже более детально, что нужно уметь современному концепту художнику. Опять-таки, понимание пайплайна, это общий скилл, история искусств, и еще бывает история материальной культуры. Сделать красивый пропс, там где-нибудь в вазу, это одно, а смешать сеттинги, допустим, смешать стиль древнегреческий и современный, это вот уже сложнее. Вы должны знать историю искусств и понимать принципы, как можно, в каких соотношениях смешивать визуальное восприятие. Рисование от руки плюс, то есть традиционное, и в фотошопе или прокреити. Обычно на айпаде рисуют по креити, а на компьютере уже в фотошопе. То есть и то, и то уже некий необходимый базис. Конструктивный рисунок. Если он есть, это очень классно, потому что рисунок от пятна и от линии он хороший, но рисунок именно конструктивный, когда вы простраиваете объем, по которому 3D-художник уже сделает максимально релевантную равнозначную модель. То есть бывает очень классный концепт. Там прямо мы нарисовали, но он не перекладывается на 3D. И это тоже очень важный момент. И в обучении вы эти моменты изучаете. Нет, вы не изучаете, вы изучаете боль. Вы учитесь этому, как договориться, как понять. То есть либо во мне дело, может, я не так нарисовал, либо все-таки в тебе дело, ты не так меня понял. А почему не так меня понял? И это тоже скилл общения. Далее. динамические наброски. Что это такое? Это скетчинг, и он тоже важен, потому что умение скетчить на улице, транспорте, тоже важный скилл для художника, как и всегда, на самом деле, независимо, это 3D или что угодно. Дизайн окружения, локации, дизайн персонажей, функциональный дизайн. Что это такое? Вы замечали, в игре бывает на концепте красивый танк или звездолет, или машина, но совершенно как он бы двигаться, мы не знаем. Как открывается панель или крыло? Потому что мы на этой стадии не продумали функционализм. Потому что концепт это не столько про умение рисовать, это про умение придумать новое, и чтобы это новое нормально функционировало. Анатомия как базис, никуда, и зная анатомию, вы ее творчески интерпретируете и делаете стилизацию по всем, по сути, персам, окружению, машинам, почему угодно. Это тоже очень важный скилл стилизации, потому что очень многие проекты, они стилизованные, люди уже устают от откровенного фоторила, им хочется какой-то интересной подачи стиля визуального, скажем так. Далее. более глубокие знания по технике. То есть какая может быть техника? Стимпанк, дизельпанк, соларпанк, то есть надо понимать уже более глубокие направления. далее. 3D. Для художника это боль и ее надо принять, потому что на контексте локации и техники без 3D сделать концепт можно, но вас не будут ждать. Пока вы гуашью, как великий седмит, нарисуете свой концепт. Вот поэтому 3D очень облегчает и помогает в создании концепта, техники. И опять-таки вы делаете не только концепт, но и отдаете эту модельку, болванку департамент моделинга. И что это дает нам? Дружбу и любовь с соседним отделом. И это очень важно, да, ребята? То есть вы как бы делаете концепт и будущую основу для модели. У вас как бы уже пончики и печенье и вы уже быстрее растете. Далее движок. Не удивляйтесь. Движок нужен не только для департамента по ловел-арту. Он очень помогает для создания именно концепта арт-локаций. То есть минимум технологий, максимум работы со светом, материалами. Тем более ведь мегасканы позволяют загружать готовые ассеты, они бесплатные, бери и пользуйся. Делай. Вот пожалуйста, Unreal как инструмент позволяет это делать. Существа. Ведь кто-то пойдет по созданию существ. И здесь важна не только анатомия, но умение ее сломать в угоду тех или иных канонов и тех заданиям. То есть существа. Создание фона. Тоже очень важный. Mad printing. Дизайн оружия. Еще раз транспорт. Это очень просто такая балльная тема, она очень важна. Их очень мало таких художников, кто делает красивые концепты техники. Это прямо направление узкое и важное. Как, кстати, оружие. Опять-таки, понимание арт-дирекшинга для пайплайна, триплей проектов. Мы, конечно, в обучениях не сделаем, но у нас будет понимание, как они делаются, как они устроены. А это уже половина. Ну не половина, ладно, собрал. Одна сотра успеха. Но тем не менее. Далее. Так. Ну я покажу работы студентов. Вот потрясающие работы Екатерины. Заметьте, то есть имея базу художественную, да, человек применяет это в концепте. То есть вот прям можно посмотреть реальную работу и как это вот работает в концепт-арте. То есть референсы, да, их интерпретация и вот варианты развития персонажа. Тоже, да, вот та же механика. Помните, да, вот умение делать функциональный дизайн, чтобы все эти сокеты шарниры двигались, вращались, чтобы это можно было переложить на 3D-модель. Да, чтобы это было не просто красивой иллюстрацией, а именно готовой будущей моделью. И варианты, варианты, варианты. Здесь вам важно показывать не просто вот один красивый вид. Нет, нам нужно и вам тоже нужно знать кухню, от чего к чему вы шли. Потому что даже ветки тупиковые в развитии дизайна, они потом дают плоды в других смежных заданиях, областях. То есть нужно именно накапливать эту вот такую подноготную часть, именно поиска. Это очень важная составляющая. Ну, опять-таки, да, Катерина, ее уже продолжаем показывать, очень такие атмосферные, характерные персонажи. Владимир Киселев, вот эти вот, у него такие были интересные герои, они такие мрачные. И здесь, кстати, помните, да, смешение стилей? Это стиль такой пустынного бедуина, и при этом добавляются элементы из, какой элемент? Это некий, да, sci-fi. И вот как это смешать, чтобы это было органично? Это вот дает обучение, и, по сути, вы получаете квитэссенцию реального опыта преподавателя и фидбэк. Главное в обучении это фидбэк, на самом деле, это живая связь с преподом. Это вот самое важное. И вот герои уже в цвете. Вот, да, помните силуэты? Вы делаете много-много вариантов, и не боитесь их показывать, обсуждать, совмещать, скрещивать, да, и искать тот самый финальный вариант. Андрей Королев, Кирилл. Это вот дизайн существ или кричи, да, то есть кричи, как говорят в народе. Это вот какие-то монстры, какие-то демоны, это то, что имеет анатомию вроде от человека, но при этом сильно переработанную, сильной интерпретацией. Это вот тоже очень интересный вид, потому что дело не только ведь красивых и няшных героев, но и вот таких. Это тоже нужен препод, который немножко на этом повернут, или множко, который вам объяснит, как смешать несмешуемые. Игровая графика. Это направление между геймдизайном и отчасти концепт-артом. Вот так он стоит особняком. Для тех, кто, скажем так, хочет сделать модели, модели, локации в 3D, но при этом не готов уходить в рисование и уходить в разработку в таблице в геймдизайн. Это вот такое вот он. И туда, и сюда. Тоже, ребята, здесь не будет прям все повторять. Очень много софтов требуется знать художнику. Помните, да, таблица в начале? Это вот про софты. Тут и Maya, и Blender для 3D, и для создания одежды Marvelous, и лепка ZBrush, и Unreal, и Unity. То есть тут это вот прям очень-очень буст. И думаешь, вот я занимаюсь графикой, допустим, сколько? Не помню. Ой, что-то все, я сломался. Очень долго. И честно, какие-то софты, они уже забылись, какие-то новые заместились. Я думаю, а вообще зачем я столько времени на это потратил? Возможно, стоило пойти в школу. Но в то время не было еще только школы, таких школ. И поэтому школа вам очень много экономит нервных клеток и лет жизни. Это не шутка, это реальность. Ну, здесь скиллы, похожие на концепт отчасти. Вот, софт-скиллы, знание персонажей, знание софта, только это более в технологию, намного более в технологию. Да, вот, пожалуйста. Также, кстати, я специально, принципиально эти моменты выношу как общий блок, потому что без них даже тут нам будет сложно. Да, у нас не будет привязки к общекультурному пласту восприятия, к наследию. Итак, понимание пайплайна, история искусств и история материальной культуры, если она есть, моделинг в майе и блендере. Уже нужно два софта знать. Не как один, Макс, выучил, уже ты король. Уже требуется больше. Скульптинг, это вот святое для персонажника, анатомия, туда же, одежда. Одежду делают в специальных программах, чтобы она была максимально корректная, чтобы у нее была симуляция ткани, чтобы это все сгибалось и красиво работало. Это Marvelous. Опять-таки, здесь работа на движке Unity и Unreal отличается от департамента по геймдизайну. Это уже более в контексте, как вы оформляете вашу локацию. Берете готовые ассеты, модели и моделями расставляете, так, чтобы игроку было интересно ходить по правилам, утвержденным геймдизайнерам. Персонажи, опять-таки, стилизованный, реалистичный. То есть, концептер их придумал, а вы их делаете в 3D. И также, видите, поперна стилизация в персах, окружении. Вот, пожалуйста. Surface — это техника, это машина, оружие, это именно техника. Текстуринг — очень важный блок. Работа со светом — это тоже отдельное направление, когда свет как нарративный инструмент управляет вашим геймплеем, чтобы вас свет ввел в локации и подводил каким-то ареперным точкам, каким-то триггером. И создание фонов тоже надо здесь знать. И, опять-таки, пример работ студентов. Вот, Иван Подзоров, он прямо вложился в «Викинга». Это вот проект Вальхала. То есть, вот человек пошел, изучил все эти аспекты и для себя в итоге взял персонажку. То есть, он умеет делать локации, умеет делать там технику, но в итоге каждый из вас после окончания обучения в идеале должен понимать, какую специализацию он выбирает, какое направление. То есть, нельзя заниматься всем и по чуть-чуть, точнее, можно, называется в кино позиция «ТД-дженералист», и даже он знает глубоко, но все равно ты где-то будешь проседать, поэтому ты выбираешь в итоге все-таки свою нишу. И, кстати, хорошее учебное заведение вам дает некое целеуказание, как профориентация, куда вы дальше пойдете, то есть выявляет ваши склонности и направленности, к чему вы предрасположены, это очень важно. Я хочу делать персов, а вы готовы в анатомии копаться годами, а оказывается нет, я люблю технику. и бывают самые вещи очевидные, мы от них отказываемся, мы делаем все, что угодно, только не то, что мы любим и умеем, поэтому школа вас прямо направляет на путь истинный. Говорю так прямо, потому что я так чувствую, так вижу. Далее, опять-таки, Саша делал модель для Highly Infinity, тоже выбрал уже локации, как technical artist по локациям, пожалуйста. Нет, это реально это не фанарт. Это то есть это может быть некий такой фейк-шот, то есть его нету в игре, потому что этот слайд вам не дали под NDA, но он должен как-то визуально вам показать. То есть человек реально работал на проекте. И вот третий слайд, да, у нас Алиса, Елена и Никита, это вот они делали King of Bounty. Кстати говоря, мне было лет 10, когда впервые показали оригинальную, еще первую King of Bounty, это был 90-й год. И я настолько опешил, еще дали такой толстый гайд, книгу. Думаю, ничего себе, а это вообще так можно, это законно. И показали в Windows Print, и на пять лет исчезли. Я думал, что Windows и Print это разные вещи, и только у него он есть, этот Print, и он не может рисовать, и он мне не дает его. То есть видите, к тому, что мы бываем настолько ограничены в своем восприятии, как я в молодости, и что не знаем, что так можно. Оказывается, можно. И это просто ребята сделали тоже, поработали над уже легендарным продолжением этой вселенной. Слайд, показывающий, завершающий, что у нас есть и фотостудии, и мастерские, немножко рекламу надо сделать, и павильон для киносъемок, и мастерские с глиной, герамикой, и пошив одежды. То есть берите, делайте, договаривайтесь смежными школами, пожалуйста. Вы можете творить и использовать все ресурсы. Всем спасибо и до новых встреч. Спасибо.